Титов, где вы сейчас? У кого? Он у Агафангела. У Украинского, но у них тут архиерей в Омске. Я его знаю. Агафангел, это когда Титов Георгий туда ушел. У вас проблема может быть только то, что священников не будет? Никакой нет. У нас вообще эта проблема, я ее ненавижу и плюю на небо. Нерешенный вопрос. У нас нет нерешенных вопросов, мы надеемся на Бога. Я тебе поясняю, что Бог все уладит. Вот я только что у полномоченного был, не полномоченного звал, а он как председатель по делам религиозных пультов. Полковник у него звания, Маковеев. Ну и я говорю, что сейчас они как бы о регистрации решили. Регистрация за нами все остается. А если мы потеряем регистрацию? Да ничего не меняется, только счет не можете иметь. Я говорю, а счет у нас все равно закрыт. У нас ни копейки нет движения, они тоже такого православия не видали. Нету. Придумают еще, пункт придумали, что о добровольном пожертвовании мы должны давать отсчет. Я говорю, это даже Сталин не делал. А у них есть такое? Они отчитываются что ли по добровольному? В уставе 13 поправок несли. И по ним мы как бы... Что-то я не видел. Я говорю, вот я добровольное пожертвование, у меня много денег. Я полмиллиона вытащил. Я должен иметь отвечать. Плесос сказал, правая рука пусть не знает что левая. Подоходные заплатить. Я понимаю. Вызвали меня в налоговую. Ну как, вы же вот продаете свечи, мы не продаем, у нас нету. А как? Вы сами купили, срели и поставили. Как не продаете? Но как-то что-то, никак, а похороны даром хороним. Не, а знаете в Иерусалиме как со свечами? Да конечно, знаешь, как забегали из кабинета в кабинет. Бегали, бегали. Так что у вас совсем нет, у нас даже деньги не шуршат. У нас нету их. Мы их не знаем. Мы для Бога живем. Мы даем. Давайте можем. Ну в Иерусалиме знаете как поставлено все? У них же тоже свечи не продают в храмах. У них вот свеча, и вот сколько ты можешь, столько дай. А получается у основной массы там доллар есть. Да. Доллар дал. Доллар, деньги. Сто долларов тогда. Тысячу долларов заняты. Ну так, человек едет, думает святое место. Мы ничего не думаем, просто не положим. У нас в уставе написано, а торговли нет. Нет, так у них тоже торговли нет. Понимаете, они просто... У них свечи нечистые. Со временем привозили, они там белые, там парафины, что попало. Нет, белые свечи это в храме гроба Господня. Да. А у остальных это вот те, которые тут пачкают. Да, да. Которые от огонь благодатного огня. А остальные у них все нормальные, желтые. Видите, у нас совершенно, абсолютно разный подход. Им объединение под Максим, а у нас объединение со Христом будет. Хотя бы совершенно без Максима. Всех загнать. То есть, как вы правильно видите, даже при большевиках такого не было. Да. То есть, чтобы все... У них ничего нет. Всех, как в конец к организации. Толкчок этому всему дал я. Взял, написал, что к Максиму, бумагу нашу отнесли сестры, пошли втроем. И там написано, я могу прочитать потом. Мы хотим, чтобы ваши люди, наши, встретились. И тему предлагаем. Первое. Жить не по лжи. Сложи несколько. Ты второе. А благовестие. А можете избрать другую тему. Но с нашей стороны 10 человек будет. И с вашей 10. Вы можете назначить другое, но будет по ровну. И наконец встреча произошла. По 10 человек было. Но на этой секретарь, приезжая Беляев, секретарь епархи. Я говорю, мы будем записывать. Пожалуйста, пожалуйста, мы тоже будем снимать. И уже накануне. Завтра встречаться. А сегодня с ним опять разговор. Он позвонил. Ну как? Я говорю, все нормально. Мы будем снимать все. Хорошо. Как капричание, первый пункт. Не снимать. Я говорю, не по лжи жить. А вы на первый шагу. А вот как. Я говорю, боится тот, у кого что-то нечисто. Мы каждое воскресенье, у нас собрание. Каждое воскресенье я выставляю в интернет 5-6 роликов. Как у нас идет собрание? Он все абсолютно дает. Почему? У нас еще плохого нету. Мы перед Богом живем. Вы видите, Игорь Тихонович, вы на поединок вызвали. И после этого хотите себе спокойной жизнью? Нет. Но там давили уже. Дело в том, что патриарх Кирилл встречается с нашими етихими и спрашивает. Ну что там это? Как он? Он же был как промежуточная буферная зона на 5 лет поставлена епископом. Домодедовским его поставили. Етихия нашего бывшего. Мы так под ним. Все разобрались. Кто-то влились в Московскую Патриархию. Кто-то шел в Мадри и Овчины. Кто-то. Потеряевка и Барнаул. Они никуда. Так они признают? Признают все. А почему? Если бы, там же епископ Максим по-другому относился, было бы другое. Максима, видать, долбанули. И он здесь любыми путями. Давай рваться в Потеряевку. У нас дороги туда нету. Только, может быть, на День Деревни когда будет. И сейчас были у него там Ну что это у вас, это КГБ замашки Такие все фотографировать Ох, я удержался едва Я бы ему рассказал, кто в КГБ работает Как раз для КГБ нужно, чтобы Ничего они не знали, а мы наоборот даем Они же смотрят все это и видят, что у нас ничего нет Зря удержались, так бы сказали Где вы, значит, тех, кто сейчас кирзаки на покупаете? А я не покупаю Это не кирзаки, ты ошибся Это мне шили по заказу Сами сестры, я даже не знал Наконец пришли домой И меня обули в них, я в них на кровать лег даже Боялся с них Вон, допустим, кирзовый там, у меня нет Это праздничное, это я ради яла А блюки не стал менять Все-то не стал Что ты нормальный, а что? Я-то нормально, я сам пощадываю У меня 3-4 слоя Я был сейчас в ехите И показал, говорят у патриарха Сейчас, ну только за первое Там, когда водочный он там бизнес сделал 4 миллиарда долларов И там сейчас строят Я говорю, воевать-то не с кем И чтобы они не ударили Все будет дымом и в пустоту Мы не на равных А раз не на равных, значит за мной какая-то другая сила есть А этой силы вы не знаете Вы уйдете в небытие А то, что мы делаем, делаем для вечности Вы не меняетесь Никак Вот 23 года Он знает, что, изменились еще лет А он сколько? А я сколько? Да, тоже В одну редакцию-то пришли тогда Ну да Так что я не знаю, с кем делаем Семенников И Семенников тут уехал Вам материал здесь очень-очень серьезный Поэтому серьезнее вас я никого не знаю здесь Просто не то, что в похвалу А это действительно соответствие действительности Что вот то, что они пошли этим путем Объединение Батюшка-то был в Наяке Там, из-за Сан-Франциско Говорил, что не надо торопиться Не надо Они, скорее-скорее Ну, Путин дал указание 9 мая штурмовать 450 тысяч жуков положил в Берлине Последний день Людоед Это точно такая же история произошла здесь А теперь 13 юрисдикций Они между собой уже не сходятся А мы первые заявили в писанном виде Мы не согласны с никакого обведения Но Если решение будет вверху принято Мы подчинимся Вот у нас позиция какая Я в подчинении Ну, у нас они ничего не отняли Какие мы были Все, если не отнимут никогда А главное нападок это на мои книги На мои книги Вот книги 38 книг Ну, назначайте комиссию От патриархии Вначале и в конце каждой книги Мой адрес Вы можете Нет, ничего Вы никогда ничего не найдете Потому что это приговор вам Это мне Бог дал, а вам не дал Вы вместе все взятые в патриархию Ни одной книги не могли написать Ну, у них же там Кураев пишет Что-то по-моему Ну, что пишет-то Я Кураев где-то 48 раз, кажется В книгах упоминаю Он был здесь, приезжал У меня книги покупал У Кураев здесь был В этом доме Кураев отзывался раз за два Что отношение к Лапкину понятно За его жесткое отношение Это самый популярный обличитель Московской патриархии Кураев, когда я про вас писал Когда вы по деревне ходили Я в него комментарии Браво, нормально Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, здравствуйте Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, господи. Хлопать. Вы сюда. Привет, господи. Так мы тоже возьмём. Вот, студент. Строй. Ну, Бог, видите, солнышко уже почти расставило. Что у вас в городе расставило? Ну, снег это мало? Мало. Попройтись там, чтоб расстроили вовнутрь, если там выйти. Морозы-то были какие, а вот проходим. Там прямо можно раздеться, дешево-то ездить. Прошу. Время от времени заходи, смотри. Ну, конечно. Ну, конечно. Хорошо. Хорошо. Ясный плеч. Ясный плеч. Хлопать. Попройтись. 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 М complications. Прошу. Попройтись. Здесь же дом был, это была контора службы. А потом, когда Игнатикину присудили, что возмещение имущества после этого, тогда ему в городской этой железнодорожной администрации денег не нашлось, и мы договорились, что имущество. Мне вначале предложили один где-то там на горе магазин, но, например, он развален и не было, когда-нибудь это привозили. Здесь два дома, там 60 квадратов, там, для пассива можно жить. Ну, у нас так вот здесь, здесь вот у нас глухонемые, здесь что-то набежало, просто праздник. Ну, у нас у нас так все богослужения, воскресные, в основном, там, стихиры, тропарейшие, крупные, спасатели, человек стоит один, и у нас судоперевозчик, нет, так есть, но он не очень профессионально, поэтому ему указкой показывает, все по этим, крупно написано, вся благослуживание. Ну, да, ну, я был в Москве, там, где-то в каком-то там, как Моносире, от Сосиминаса, там вот они, очень, ну, там у них специалисты, судоперевозчики, прям он, где там выходит, когда поет стихиры, и он поет и, значит, переводит, да, 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 даже ищи пальцами. Да, 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 и он так и дирижирует и пальцами, и показывает, да, да, да. Он, как имена сама мелодия. Да, 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 он это очень, и он выходит, я, как говорится, и он задом к алтарю, он встает, и, да, миром Господу, помолимся, потому что там больше нет это на русском сила дарма перевода мы богослужение используем у нас на русском языке только библейское чтение по риме а на русском читаем все остальное у нас новозаветное церковно-славянское нет все чтения которые да, да, которые на русском остальное все у нас каноны а так евангелие апостол получается на русском и лицом к народу читаем да, лицом к народу мы не против языка чтобы было понятно а лицом к народу везде я был делал за границу у них даже принято ну там на славянском читают но выходит батюшка и евангелие читает лицом к народу ну в общем по смыслу так и должно быть что евангелие это считаем не для бога для народа к народу хоть любой оратор он задом не становится а у нас как-то так уже принято батюшка говорит дьякон там читает порой так считает что даже и там стоишь уже знаешь тексты только слово какое-то уловит ага, ааа, это вон он что читает а люди, которые это не знают ничего это мы должны признать ну пойдем вот завтра уже будешь прорезать не называем вот тебе посладее лампочки нет? да, не плечка ну там же по сути не ловит там сует ловит там сует ловит зимой беде души истинный и жизнь бездетствий вся исполняя сокровища благих и жизни подателю И ли все лисявны, и очистины от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистое своей Матери, святых славных и циквальных апостолов, преподобных Богоносных Отец наших и всех святых, благослови, Господи, нашу эту встречу, эту беседу, благослови, умудри и вразуми нас, Господи, чтобы все было по воле Твоей Святой и на благо Церкви Твоей, Господи. Я Тебе слава за все, Всцу Сыну и Святому Господу, имени Присней воды и веков. Аминь. Красавец. Если о маленьком ступенье, я хочу сказать, что мы специально шторки закрыли, когда снимают, с той стороны засвечивается, ничего нет. Второе. Батюшка остановит, тут будет говорить, что у него телефоны есть, можете не выключать, просто в коридор выйти, мало ли вас где-то будут вызывать, чтобы понятно, о чем здесь идет. Все у меня. Так, Виктор Андреевич, у нас тоже мы, у вас 4 человека, но мы не знали. Сейчас, подожди, я только скажу, Виктор Андреевич, вы можете сядь сюда. Мы не знали, сколько у вас будет. Ну, что он говорит. Да, да, ладно. Это наши прихожане, мы пригласили Христосову. Да. Ну, что, мы в прошлый раз, когда было это, что было, конец ноября, наверное, да, 24 ноября примерно, мы тогда обращались с прощением к владыке, чтобы нам встретиться и побеседовать. Вот. Мы выдвигали такие, о чем беседовать, это было, что, первое, жить не положить и о благовестии. Вот. Ну, у нас как-то так, как думали, не получилось тогда, из-за некоторых вопросов, что из-за видео, там, и съемки, это, вот. Ну, все равно мы пообщались, думаю, владыка наш был, который, как сказать, нас сейчас окормляет пока еще в благословении Патриарха, как и его векарный является, как и его векарианство. Я когда в отпуск иду, то он мне выдает отпускную, значит, домодедовская, в домодедовском векарианстве, как бы, находимся сегодня пока. Вот. Ну, а сейчас наша, эта встреча, отец Сергий, секретарь, ваша епархивность, попросил, чтобы нам встретиться. Хотя, в прошлый раз, когда владыке было, это, говорили, о рабочее, создании рабочей группы, вот, устранение каких-то, там, ненаразумений, несогласий между нами. Ну, а здесь закрутилось, там, что-то, и так не получилось, праздники, там, свое, что-то, и больше не было. Ну, вот сейчас отец Сергий попросил, чтобы так, и мы, в общем-то, всегда готовы к этому. Мне, хотя и не так, я-то не здесь живу, живу в Потеряевке. Там, поэтому мне приехать не всегда бывает, особенно сейчас, когда дороги там нет. Ну, мы еще проехали сейчас, на снегах ходят, разъездят. Бывает так, что и проехать нельзя. Ну, поэтому я предлагаю, отец Сергий, давайте, значит, вы, раз вы, как сказать, организатор этой встречи. Действительно, мы встречались уже второй раз, с вами мы еще, батюшка, также встречались в промежутках между этими встречами дважды, беседовали. Погромче, знак, глухонимых, погромче. Значит, с чего мне хочется начать? Прежде всего, с тех, кто здесь у нас сегодня присутствует, чтобы вы тоже знали. Меня вы уже знаете, так тоже говорите, отец Сергий. У нас также присутствует отец Сергий Фессун, это у нас проектор семинарии по научной работе, пресс-секретарь Владыки. Не Владыки, а Барнаульской епархии. И батюшка также является председателем отдела по образованию и катехизации. Отец Александр Войтович, небезызвестный здесь и в городе человек, и уважаемый, один из старейших клириков епархии. Мы, конечно, считаем, что он должен был бы принимать участие в этой встрече, потому как... Более мы с ним... Да, да, мы с Кашлики учились вместе. Ну, вы знаете, отец Владимир Матусов, это также преподаватель семинарии, руководитель отдела образования и катехизации по городу Барнаугу. Как видите, тоже мы поспорялись к тему близкую для всех, это в том числе и катехизация, это миссионерское служение. Боже, что... В чём, конечно, смысл мы видим этого общения, взаимного общения? Это знакомство, или как-то так сказать, а ещё, вернее, лучше я бы сказал, сближение, оно нам необходимо в свете и христианской любви, наверное, и единства церкви. Мы знаем, что было принято решение пять лет назад об объединении двух бетвей русской церкви. Те разногласия, которые возникли по известным нам когда-то причинам, те недоразумения, которые разъединили наш народ, нашу церковь, всё же с Божьей помощью, надеемся, будут преодолены. И то единство, которое мы проповедуем за богослужением, говоря о единой чаше, будут устранены и те разногласия, которые существуют, может быть, сейчас между общинами русской зарубежной церкви и русской православной церкви, здесь московского патриархата. Пять лет назад было принято решение об объединении, было предоставлено пять лет на обдумывание, обсуждение этих вопросов. Наступает май 2012 года. Необходимо и нам принять эти какие-то решения. Кроме того, что, безусловно, необходимо обсудить те вопросы, которые формальны, есть вопросы действительно и догматические, и миссионерского служения, но всё это с нашей стороны, и как нам видятся, это вопросы, которые могут и должны быть решены, действительно в духе братской любви, в духе единства церкви. Именно для этого, в том числе мы и сегодня собрались, мы, звучало на предыдущей общей встрече такое предложение провести, или создать такую рабочую группу, которая бы смогла и решить эти, или обсудить те имеющиеся вопросы, чтобы в конечном итоге вместе со всей церковью исполнить решение в священноначале и русской православной церкви, и московского патриархата, и русской православной церкви за границей. Надлежит и нам с вами стать единой семьёй, единой церковью, как и заповедовал Христос. В связи с этим мы и хотели бы обсудить и вопросы, те, о которых вы говорите, о жизни, и о, может быть, какие вас волнуют, услышать от вас те, может быть, что вам бы хотелось выдвинуть, или какие вам кажутся вопросы необходимыми для обсуждения, или неразрешёнными вам видятся, для того, чтобы найти пути решения этих вопросов, чтобы и нам уже по истечении времени иметь церковь единую, здесь у нас в России, иметь то единство, которое действительно было разрушено дьявольским промыслом в прошлом веке, попытаться его и восстановить с Божьей помощью. Ну, в двух словах. Я внесу мне, которое здесь пояснение, можно бы сказать. Я был участником, делегатом всезарубежного пастырского совещания в 2003 году. Это было в Нью-Йорке, пригород, Наяк. От московской патриархии там были, значит, Максим Козлов, Тихон Шевкунов и с Санкт-Петербурга, Георгий Митрофанов, они были трое. На этом совещании даже не было ничего сказано об объединении. Много было выступать, так это прошло хорошо. А в 2006 году в Сан-Франциско был четвертый всезарубежный собор. Я тоже был делегатом этого собора. На этом соборе речь о объединении тоже не было совсем. Было только о каноническом общении. Только всего. А то, что объединены уже после, как бы сказать, закрыты, где-то в кулуарах это делались. И на этих, на соборе речь о тех приходах, которые в России, зарубежные были, речи не шло. Как и что с ними будет? Хотя некоторые делегаты собора поднимали об этом вопрос. Но как-то так все было. Но там было так поставлено, что там запрещено было даже магнитопончик маленький включить. Ходили это и по рядам все было в такой как-то напряженности сделано. Ничего нельзя было не записывать, не фотографировать. Ну, кто были там несколько. А после этого, когда уже где-то было принято потом быть архиерейским собором чем-то, что объединение и российские приходы должны быть ликвидированы в течение пяти лет. За эти пять лет должны влиться в местные епархии. Хорошо это было. Но так, как было задумано, оно так не получилось. Потому что я знаю хорошо, что большинство приходов большинство приходов оказались и не в местных епархиях, а оказались совсем в других синодах. Сегодня, вы помните, что были когда у владыки? Я же сказал, говорю, владыка, сегодня у нас пять синодов. Он говорит, отец каким-то, говорит, отстал от жизни. Двенадцать зарубежных синодов. Уже если не сегодня. Двенадцать. Ну, здесь, вы знаете, у вас есть приход Георгия Тихона. Я Тихона-то знаю, что не всем человеком по-омскому. Архиепископ омский. Он туда идти. Кто к Тихону, кто к Афангелу этому одесскому. Там за рубежом несколько разных уже митрополитов, архиепископов сделали. А все это было потому, что сделали очень поспешно и скорее, потому что этим больше-то не церковь. Всем сегодня известно, что занималась. А это было поставлено больше на политическую основу. Ну, где бы вы видели, чтобы президент занимался бы тем, чтобы объединить церковь где-то. Потому что не настолько поцерковленный наш президент. Хотя молится он хорошо, где показывает. Я всегда говорю, молится лучше любого архиерея и патриарха. Коррес накладывает четко и поклонится. Ну, я сегодня видел, я сейчас за субботу смотрю святейшего. Ну, что ж ему, никто, говорит, подсказать не может. Как-то так и не доносит. Президент молится очень хорошо, четко. То есть из-за этого все получилось. А потом где-то это объединение, объединение. А это очень сильно напугало и зарубежных. Там же много приходов не пошли. Много приходов. И приходы такие. У меня священники там знакомые есть. Мы, говорит, прошли через все испытания, через гонения, через эти эмиграции. С одной, говорит, котелка похлебку хлебали, а сегодня, говорит, врагами встали. Один сюда, другой сюда. Вот что это сделалось. И практически того желаемого объединения, которое желали, его не получилось. Это сегодня уже всем наглядно известно, что его не получилось. Потому что так быстро скрутили это. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, как будто бы в советское время какой-то датик подогнать вроде бы. Это, у нас же как привыкли, что какой-то датик надо скорее это сделать. Вот. Поэтому, когда было просто, раз я говорил и сегодня, мы никогда не были против канонического общения с московской патриархией. И наш переход, в общем-то, мой переход был, я священнослужитель. У нас было тогда 6 священнослужителей сразу из Омской партии подали прошение. Вот. Но о чем это было, это известно, что мы искали ничего-то, допустим, а именно канонической жизни, чтобы было. Потому что было так, что за то, что полным погружением в крестик, если ты дальше будешь продолжать, это галишу сана. У меня лично. Мы начали воскресную школу по вечерам организовывать. Ну, заниматься с прихожанами. Прекратите. Вы делаете раскол в церкви. Это было 87-88 год. Боже. Те цаки. Доброе утверждение. Вот вы сказали о том, что все же есть негативные отношения, есть приходы, которые приняли, есть, которые приходы не приняли. В чем вы видите причину, кроме того, что вы сказали внешние принципы, что это где-то кто-то договорился. В чем лично для себя вы видите причины невозможности сегодня, чтобы пойти в епархию? Но причин здесь несколько. Во-первых, я уже, как сказать, очень хорошо поцерковленный. У меня уже 33-й год идет в священнослужение. Я при разных архиереях послужил, на разных приходах и в разное время. И при уполномоченных еще хорошо пришлось побыть. Когда, чтобы кого-то причастить, у меня сохранились справки, чтобы больного на квартире причастить, в другой городок поехать, я должен пойти в область с полком, взять эту справку, только тогда я имею право ехать причищать. У меня сохранились эти документы. Мы такое время пережили. Вот, поэтому опасность такая у нас сегодня, что наши общины, скажем, как-то, ну, по сравнению с другими, у нас это считают необычными. То и бывает. У нас устав немного другой. Хотя у нас обыкновенный приходской устав, но мы внесли туда свои пункты. У нас запрещена торговля в храме намерта. Никакой торговли нет. Ничего. У нас действует десятина. Все. На десятина это мы живем. И батюшка живет, и жизнь, что нужно по хозяйству, в пределах разумного. На все это хватает у нас. В этом у нас. Теперь у нас в общине такая есть отличительная тоже богослужебная, скажем, практика от других приходов. Хотя у нас это было очень трудно, болезненно это было, но мы прошли через это, было прошение мы в Синод, и Синод нам дал такое, скажем, не широко информированное благословение. Отдельное общение. У нас чтение библейское чтение, новозаветное, которые евангельские, чтение апостола, псалтырь, паримия. Вот, поэтому все читается у нас на русском языке. На русском языке лицом к народу читаем. Вот такая у нас особенность в этом еще. Ну, основное форма одежды. Мы так приняли сразу, что форма одежды. Форма одежды, она всегда дисциплинирует человека, где бы кто бы ни был. Солдат ли ты в форме, милиционер или кто-то, форма всегда дисциплинирует. Да и возьмите нас, батюшка, вы идете в рясе, вы не будете семечки щелкать и слева направо там плевать или что-то там. А когда идешь там в волосы или в тортах, то можешь себе что-то и позволить. Поэтому у нас форма строгая. Допустим, так, что женщина у нас, юбка не выше 10 сантиметров от земли. Платочек, два платка, значит, чтобы нигде волосы не были видны и под булавочкой. Форма эта многих умиляет, но многих и очень сильно раздражает. Раздражает даже до того, вплоть до отлучения от причастия. Некоторые священники доходят до того, что пока ты не снимешь этот платок, причащать не буду. Это так. Другое, что у нас, я еще служа там, было это в нас начале, всегда я был только по полной трехкратное погружение. Потому что другого крещения, православная церковь не знает. Мы, когда учился я заочно в семинарии, то было так, там жили мы где-то, ну а в гостинице там или в этом, ну а батюшки начнут разговор, там спор чуть, говорится, не доходит там до этого. Ну и вот о крещении. Я говорю, мы полным погружением, а там с Украины, значит, тогда одна была заочная, только в Москве, в Загорске было. Он говорит, а у нас, говорит, батюшка кропылом, проходит кропылом. Другой, говорит, песчанечко поливается на голову. У нас полным погружением. Поэтому у нас в общем нет никого, кто бы был это. Я делаю так, что человек, если был крещен неполным погружением, я завершаю полное погружение. В меру помазания ничего не делаем, но трехкратное полное погружение, потому что это должно. И однажды ему на лекции мне сказали, раз спор зажгел отец Аким, ты спросишь у глухого был такой преподаватель, глухов, он говорит, умер уже. Очень был самый такой из всех преподавателей. Так отец Алисаков? Молодцы, не так было. Задашу, ну я спрашиваю, вот как, если вот, бывает обстоятельство там, там, уполномочий, там, староста там не разрешает, нет, это, он сказал, батюшка, что такое крещение? Говорит Таинство Форн, ну, крещение, это Таинство, в котором через четырехкратное погружение в воду, произведем им слов во имя Отца и Сына и Святаго Духа и далее. Он, аминь. А остальное, говорит, все профанация. Ищи по этим словарям, что такое профанация. То есть подделка. Подделка, обман. Другого нет. Вот это у нас строго тоже, только полное погружение. Вот, может быть, сейчас, говорит, кто-то где-то вводит это, но я знаю, где есть, и купили, построены, но не крестят. Я был в Москве, вот, по другим епархиям. Есть, говорит, купили, но у нас, говорит, батюшки не крестят. Это, говорит, надо воду наливать, выливать. Поэтому у нас эта строго полная погружение. Мы в течение минимум года готовим к крещению. Взрослая человека, вот, пришедшего в церковь, мы крестим только летом, я в озере, потеряю. Но бывали случаи, когда мы и здесь зимой по необходимости, мы делали там деревянный такой, избили там, пленку обложили и совершили здесь. Но это было, раз, редко это делали. В основу, когда готовим к крещению этого времени, готовим его, но он уже подает заявление в число оглашенных. В это время он уже исполняет все правила православной церкви, то есть посты. Вот, он уже включается в десятину. Вот, все богослужения он должен посещать. К нему представляются два поручителя из членов общины, которые с ним занимаются, с этим соглашенным. Они его дома побывают, узнают, где он работает, как на работе, то есть полностью где-то не так, его, значит, наставить на путь истинный. Как он должен быть, каким должен быть христианин. И вот, даже после такой подготовки, в течение года и двух лет, бывает, что человек отходит. А что говорит то, что если пришел и там перед крещением, там, батюшка, там, 20 минут, там, он что-то поговорил, когда он стоит и думает, окончай ты, батюшка, скорее. Здесь уже там все это, все-то говоришь, говоришь, там, быстрей бы только. Вот такие у нас и такие особенности. То есть у нас при подготовке, когда к окрещению, молодые люди, если они курили, то при подаче заявлений он больше уже никогда не должен будет закурить. Не должен уже дотрагиваться до бороды. Кто-то не считает в этом грехе. Я читаю, да и всегда так было, что это грех, это спор с Богом. Мы знаем, что на поместном русском соборе было принято, ащи, говорит, умирает Бродобрей, что панихиду по нем не творите и свечи не ставить. То есть якобы блудник. Это правило. Ну, кто сейчас на эти правила смотрит? Вроде бы это не важно. Сегодня так отговорится поговорка. Борода-то может быть Авраама, Дилата Хама. Оно правильно. В деле не в бороде как бы спасение. Но в одном нет, в другом нет. А потом оказывается, что ничего не надо для спасения. Только покрестись вроде бы и раз в год хотя бы приди там, зачем-то прям поставь свечи. Вот такая особенность у нас в этом еще. У нас после каждого богослужения обязательно у нас собрание. Особенно в городе. В деревне у нас это нет, потому что мы каждый день там встречаемся так. Это что разбираем течение, мы живем, как бы сказать, на виду. А здесь у нас каждое воскресенье после литургии собрания. Тогда я первый. Если я здесь, я говорю, что объявляю какие-то объявления, делаю. Какие ко мне вопросы у кого есть, я отвечаю. А потом они уже разбирают свои, где кто болящие посетить. Старшая сестра распределяет, куда пойти в больницу. Где кто лежит там, чтобы навестить. Другие какие-то есть, если дела. Разбираем это. Какие новости, может быть, в православном мире какие новости. Какие новости в стране, в мире. Какая обстановка, то есть об этом и обо всем. У нас всегда это. После каждого воскресного богослужения всегда бывает такое собрание. Это обязательно. Это, во-первых, людей очень сближает. У нас, видите, общинная жизнь. У меня еще нет на богослужении кого-то, я уже вижу, что его-то человека нет. Сразу говорю, ага, его нет. Ну-ка, сестра, ты знаете, ну-ка, сходи, позвони, узнай, почему его не было. Что заболело или что-то случилось у него или что-то. Вот. Видите, а другие как? Ушли, люди побыли, а потом друг друга, знаете, не знают. Вот. А такие особенности у нас. Какие, говорите вы, опасения, что сегодня мы? Вот. А еще я добавлю, что у нас еще за этим... Вот. И мое только в этом какое участие? Что я благословляю, как-то так участвую, но я в этом никуда не... У нас благовестия, созданы благовеченские группы под руководством Игнатия Тихоновича, он занимается этим. Вот. Мы выбирали разные формы благовестия. Как людям донести истинную веру православную, христианскую. Потому что яговисты опережают нас, ходят по домам. Одно-несколько лет подряд наши организовали так же группы, ходили по домам, по квартирам. Обошли примерно, ну, говорили там где-то больше сорока тысяч квартир. Сделали свои материалы, брали там православные какие, давали. Вот. Какая, говорит, другие спрашивают, а какая в этом вы видите, что пользу или там плоды какие? Ну, плоды такие, что несколько членов нашей общины из тех, которые были это. Другие какие плоды, может быть, невидимые для всех, ну, говорят так, что после нас, когда мы были, допустим, приходят иеговисты, уже их не пускают. У нас, говорят, уже были православные, нам дали, вы, говорят, нам уже не нужны. То есть, несколько иеговистов уже этим отбили. Ну, а в основном-то, все плоды-то, узнаем, когда пред Господа предстанем. Мне известно. Нам что Господь говорит? Сеять. Сеять, польет, может быть, кто-то, а все возвращает Господь. Вот. Но сейчас мы более распространенно каждое лето, на каждое воскресенье по терябке выезжали на машинах по другим деревням с благовестием. Мы брали свои, значит, на русском переводе Новые Заветы, Евангелие вот такие, вот это Евангелие Теана, это Сенодальный Перевод. Ну, конечно, это не православные издания, это понятно. Это мы просто объявление на Библию. Теперь Новые Заветы, братьев Дидеонов, вы что видели, может быть, маленькие такие Дидеоны? Вот за эти годы мы распространили примерно 40 с лишним тысяч по деревням Новых Заветов. Как, где достаем, ну, это уже, скажем, хотя в этом секрета нет, но раз не православное, то у неправославных берем это. Есть такие благодетели, которые знают, что это на доброе дело, и поэтому они нам в этом помогают. Опасность в том, что против благовестия сегодня более всего препятствуют не мирские люди. Мирские люди сегодня более, а именно препятствуют из православного мира. Там есть и священник, это страшное противодействие, поэтому, хотя на каждом богослужении мы нигде. Я за все годы, у нас вот только две общины, хотя у меня несколько есть указов, которые мне давались от митрополита, что я имею право организовывать общины. Здесь у нас нет, у нас две общины. Я был всегда не сторонник этого, чтобы абы когда что-то община организовывать. И мы на каждом благовестии заканчивается, что обращать, где нет храма, обращайтесь к епископу, чтобы у вас была здесь община, храм, чтобы вам священника дали. Чтобы у вас была нормальная православная христианская жизнь. А там, где нет, где есть священник, там говорят, вы в храм-то не ходите. А пусть она беседует, приходят больше те люди, которые нет. Почему в храм не ходите? У вас храм здесь рядом. Ходите в храм. Идите к батюшке. Вопросы какие задавайте, что наиспроисходите. Поисповедуйте. Кто не крещеный, поисповедуйте. К себе-то мы никого не зовем. Никого. Ни одного человека, чтобы на прорубь. Приходите к нам. Этого нет. Это никто не засвидетельствует. Даже самое доброжелательное, скажем это, никто этого не засвидетельствует. Но самое противодействие, это именно со стороны этого. Против благовестия. Вот это самая большая опасность у нас в этом, что это будет все прекращено сразу. Почему? Потому что на прошлой даже беседе, когда было то, как-то было от владыки даже высказано это, не одобрительно в это. Значит, вы когда где-то благовестие, вы должны представить заранее план, что будете говорить вроде бы, тогда только владыка вроде завизирует, тогда это. Ну, это так не годится. А в чем причины? Почему, вот вы говорите, священники препятствуют православные? В чем? Какие причины называют? А причины никаких не называют. Уходите еще. Здесь я не знаю даже, чем так объяснить. Но думаю, что если бы я приехал, я почему не ездил? Потому что ко мне было бы какое отношение священников. Ага, отец Аким приехал, значит, к себе там это. Ну, а сразу могли применить канон. Ага, в другой приход, вторгся. Ну, а дальше уже известно, что было. Поэтому я нигде себя на этом не засветил. Не стал. А какие причины? Я думаю, главная причина это, скажем так, что не любовь к благовестию. Он, батюшка, на приходе стихо, спокойно, у него вроде бы тишь и благодать. И не трое, а то вдруг, да что бы, да как бы то не было. А так, пришел, отслужил, ушел, и все спокойно и тихо. Ну, представьте, вот были мы в Коробейниково. Прошли почти все дома в Коробейниково. Только в двух домах, в трех, нашли, у кого есть Новый Завет. А ведь там монастырь. И я потом, а я вперед, там болящая моя знакомая, была у меня псаломщицей применена, Наталья Савок-Бойченко, она там в монастыре сейчас помогает псаломщикам. Вот она сильно заболела, и сделал проведать. И я с отцом Макарием там встретился, повисел, я говорю, отец, как вы? Да нет, мы так вот, ну, проповедуем в храме, а так по домам? Да нет, по домам, ну как, да что, да что, да что, да что. Я говорю, а почему, вы же монахи, вас ничего не делали. Да нет, ну, нет, нет. Я говорю, пригласил всех, приезжайте ко мне. Хорошо, хорошо, ну, не ответили, не приехали. А потом, когда после меня, то поехали, Игнатий Тихонович, и там это сняли на видео, там было, как это, батюшка вышел, уезжайте, уезжайте отсюда, уезжайте. Ну, я к себе применил, думаю, приехать бы вот ко мне бы так, я бы что, я бы, подождите, отец, а что такое, ну, как вы, с чем приехали? Пойдемте ко мне в дом там, побеседуем, а что такое у вас, как бы, можно же так было как-то сделать? А то уезжайте, уезжайте, несколько раз, а то он только в одно, уезжайте, уезжайте, и больше не приезжайте сюда, не уезжайте. Вроде бы, не мутите у меня здесь воду, а она там... Если я правильно помню, на последней беседе, как раз, когда я с Владыкой все присутствовали, вопрос был немножко, не звучал о том, что против благовестия, вопрос звучал о том, что нужно будет взять благословение. Не то, что там Владыка просмотрит и утвердит, хотя и это правильно, а действительно необходим просто сам факт благословения. Мы знаем, что в Церкви все происходит по благословению. Как и сегодня мы начали свою встречу сегодняшнюю, и спросив благословение у Бога, Так мы и здесь, и было заведено всегда так, и в первых общинах христиан действовали они с благословения апостолов, и в Церкви действительно в православной существует эта иерархия и священно-начале, она и в ангельском мире существует, в том числе, и вообще в мире существует. А посему вопрос стоял не о запрете благовестия, а и Владыка Евтихий, и Владыка Максима говорили о том, что необходимо будет взять благословение на совершение проповеди. И даже рассматривался, если я правильно помню вопрос, о том, чтобы возможно и совместно проводить такие, если есть у вас такой опыт благовестия, то даже и использовать его, и совместно, и семинаристов привлекать к этому. Конечно, это, наверное, не сразу все просто, можно прям, ну все, вот собрались и поехали там все. Но тем не менее, этот вопрос не стоял вопрос запрета, стоял вопрос, наоборот, поиска возможного взаимодействия. Я не ошибаюсь, по-моему, так так и было. Ну, примерно так, примерно так было. Этот опыт, как вы говорили, он важен для нас. Благословение. Если вы занимаетесь этим давно, то мы бы с благодарностью приняли. Вы знаете, что святейший патриарх об этом все-таки говорит, в необходимости проповеди. Здесь, конечно, мы себя ощущаем по сравнению с вами, менее подготовленными. Мы бы благодарны были вашему обществу. Сейчас, видите, ставится и священноначальям нашим, и так вот и обращение к членам общины, к больным, как с посещением и все. И поэтому, конечно же, мы знаем там, что и в секторах есть определенный такой опыт. Но, конечно, мы бы были благодарны вашему опыту, потому что вы все-таки православные люди. Чтобы каким-то образом вы помогли нам в этом. Единственное, о чем это Сергий говорит, здесь, конечно же, когда знает, что священник был предупрежден. Что к нему приедут люди, приедут проповедовать. Я думаю, что здесь проблем не будет. Такое было. У нас был случай, что в Рибрихе, вначале встретились с отцом Олегом. Договорились. Все хорошо. Да-да. А когда приехали, вызвали милицию. На милицию подъехали, все, посмотрели, но ничего нет. Милиция покрутились, походили со всех сторон. Вы видите, насколько я понимаю, что у местного священника, у отца Олега, нет таких полномочий решать. Если бы он решил это с благочинным, даже с секретарем. Ну и, конечно же, видите, я думаю, что вот это было наше взаимное недоверие. Оно же было взаимным недоверием, на самом деле. Не только с нашей стороны, и с вашей стороны. И благодаря тому, что у нас уже состоялись эти диалоги, а самая главная вершина этого диалога, это наше служение хористическое. Я думаю, то, конечно, что как бы мы не ожидали, что очень много стронулось из мимо с лучшую сторону. И, конечно, я думаю, таких фактов сейчас не будет, потому что есть у вас прямой контакт с отцом Сергием, секретарем. И все намерения вашей общины, которые будут продвигаться, еще раз говорю, действительно, мы это искренне не кривя душой. Потому что мы понимаем, что с вашей стороны есть недоверие, что это там соглядатые какие-то, подслуживать, подсматривать. Но у нас есть миссионерская работа, мы бы с удовольствием привлекали здесь семинаристов, которые бы приняли в этом участие, а они бы получились. Это не кривя душой, я действительно с этим говорю. Поэтому раньше мы понимаем действительно, и мы были не готовы, обстоятельства были, но на сегодняшний день, как мне кажется, это не проблема. Ну и надо признать, что, конечно, мы и на первой встрече об этом говорили, что вот о недоверии или о каком-то взаимном. Есть вопросы, в том числе и к содержанию проповедей, и чего уж действительно кривить. Мы знаем, что были и с вашей стороны были допущены некие такие действия, которые мы считаем, они дискредитировали духовенство, дискредитируют духовенство той же самой Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Мы сейчас специально не поднимаем эти вопросы, дабы как бы перечеркнуть все старое и начать новую страницу. Мы не вспоминаем о этих недоразумениях, мы не говорим и не собираемся сейчас на них акцентировать. Единственное, чтобы постараться извлечь из этого какой-то опыт, сделать выводы. Но это, как вам сказать, это работа по совершенствованию. Это не принципиальный подход. С чем угодно сравните, хоть с семьей, хоть с общиной, это всегда так происходит. Два разных человека встречаются, та же самая муж и жена, и идет процесс взаимных уступок, взаимного рассмотрения. Невозможно это только в одном случае, когда у какой-то из сторон будут принципиальные разногласия и нежелания этого единения. Как мы и вначале сказали, цель-то как раз мы бы видели нашего общения и этой, в том числе, беседы, это выявление этих вопросов. Из того, что вы перечислили, я вот себе тоже так немножко пометил, я пока не увидел вопроса, который бы с моей точки зрения, я думаю, согласись, которые не могли бы иметь решение. Возможно, существуют еще какие-то причины, которые подталкивают вас к такой позиции. Но мы тоже хотели бы их услышать, потому что отец Сергий очень правильно сказал, что церковь и сейчас у нас тоже мы намногое желаем изменить внутри церкви. Потому что, как и любому православному человеку, понятно, что те, может быть, какие-то ошибки, которые допускает один священник, или допущены, там, вот вы упрекаете того или иного, они все же не относятся к церкви. Свят не священник, свята церковь. И святость ее именно в соборности, если я правильно понимаю. Именно к этому духу мы и хотим, с точки зрения этой позиции, мы и хотим подойти к этой встрече, и к дальнейшему взаимному общению. Пояснение относительно благовестия, пояснения, что первое, то, что благословение, нам на это дал сам Господь, идите и проповедуйте. А как от власти церковной, у Игната Тихоновича имеется бумага от митрополита, конечно, на всемерную миссионерскую и благовестническую деятельность. Это копия просто снята. Поэтому без благословения мы не делали этого, ничего имели. Благословение, что у владыки Максима, что они не брали, но я не брал на это благословение, я еду, кого вы причащать и исповедовать, не еду. Хотя я сегодня ехать, надо в клочки исповедовать и причащать больную. Отец Экин, мы же про другое говорим. Мы сами знаете про миссионерскую деятельность, сейчас вы сами говорите, и свидетели Иегова. И вы заметили, что существует только 12 псевдо-православных церквей, а то и больше сейчас уже имеется. И просто речь идет не о том, что вам разрешат, а предупредить, что батюшка приедет, что приедут православные. Понимаете, вы батюшек тоже поймите, что потому что при этой миссионерской деятельности, вот Игнатий Тихонович, да и вы помните, это вот изуверские секты вроде Белых Братства. Посмотрите, какая у них была такая плотная миссионерская работа по Белых Братьям. Никто не знает, кто они, откуда они стояли с крестами, в каких-то Белых Балахозах. И хотя бы просто предупредить, то есть речь не идет не о том, что даже, насколько я понимаю, не о разрешительном таком, а просто предупредить, батюшка, вот к вам приедут люди, будут проповедовать. С вами, может, у нас это получилось, в отец Сергий, так это, вот. А вот конкретное называю, отец Александр Липовцев. Я его приглашаю, отец Александр, ну приглашай, приезжай ко мне. Даже когда меня нет дома, я говорю, проводят, если ты желаешь, можешь там молитвен совершить в праме, что со всеми прихожан, в любой дом заходи, со всеми беседуй, собери людей, там что, побеседуй, я все. А можно я теперь, нет, нет, отец Сергий, ни в коем случае ко мне только не приезжай. Нет, отец Сергий, видите, это предрассудки старого. Мы для этого и собираемся, чтобы преодолеть. С этой целью сделано. И епископ тогда скажет, это отцу Александру Липовцеву, и отцу Олегу Ребрихинскому. Как раз рабочая группа не востребована. Мы для этого и хотим, чтобы это вот и она не шла. Но это, вот этот вопрос, он, знаете, когда возникает, вот тот, о котором вы сейчас говорите, когда будет у нас, если будет и каноническое, и евхаристическое общение, вот тогда это возможно обсуждать. Давайте предположим ситуацию. Вы говорите, мы не готовы там сейчас к объединению. Или мы не готовы к этому единству. Что тогда? Какая возникает ситуация? Если я правильно понимаю, то с мая месяца перестанут существовать приходы Русской Православной Церкви за границей, на территории Российской Федерации. С кем окажетесь вы? Как вы, вот мы, хорошо, вы придете проповедовать. Вы скажете, от имени кого и под чьей юрисдикцией вы будете находиться. Церкви без епископа не бывает. Вы должны будете определить свое местоположение. И каково это будет положение. Как нам вас видеть? Отец, мы сейчас молимся. Мы 20 лет были. И эти 20 лет прошли очень плодотворно у нас. Меня часто спрашивают. Отец, я кем обращаю вас общинов потеряю? Я говорю, а что брать за коэффициент исчисления? Если брать по числу, немного, 30 человек. Но если брать по числу жителей, то такой большой общины больше я не знаю, я нигде не видел. Ни в России, ни за границей. То есть у меня 100% и вечером, и утром, 100%. 32 человека на 32 человека все. От такого и до такого. Так, что и будет, и как с нами, пока я вам даю. Вы тогда обратите. Вот наше прошение, которое последнее, мы написали владыке Илариону. Мы хотели в этом прошении все, чтобы остаться так, как были. Если даже это нет, то будем просить, чтобы продлили еще. На какое это время продлили. Еще. Я еще раз говорю, что мы не против канонического общения. Это никогда. У меня не было никогда. Я только когда, находясь в зарубежной церкви, не служил, приезжая к своим друзьям по семинарии, и так священникам, только потому, чтобы не нарушить тот канон, который был в то время в зарубежной церкви. Чтобы в московской патриархии не было канонического общения и не служить. Только так. А сердцем я всегда был одной чашей с ними. И душой. Поэтому в этом никто меня упрекнуть не может. Как и что будет, мы не знаем. Но, по крайней мере, на том, что есть сегодня, у нас очень большие опасения. Я за общину. Если были, как у других у наших, что они были, батюшки, сейчас это, у него общины нет. Так он перешел, мы вначале к Агафангелу, что-то не понравилось. Он к Тихону уже перешел. А он один, у него нет никого. Он отряхнулся. И романах. Рязку свою отряхнул, подобрал пол и пошел куда. А я не могу этого сделать. У меня две общины. Поэтому я за них отвечаю. Больше у меня опасность, то, чтобы разрушить, допустим, общины, то это так. Это 55-е правило апостольское. Оно самое действенное сегодня в православной церкви. Со стороны архиереев. Это самое действенное правило. Священника за какие-то там канонические нарушения, там морально, редко наказывают. Больше, если досадил ты епископа. А досадить епископа, это запросто. Я вот что-то сказал, ага, владыки можешь показать себе, ага, отец, а кем ты меня досадил уже. Но вот тут, батюшка, я тоже, чтобы все тоже понимали. Сейчас толкует, досадил этого, да. Но вопрос даже не в этом. Кроме того, у нас сейчас действует суд. Видите, и я вот по выгласению владыки, являюсь еще и председателем партиального суда. И нужно сказать, что и мы здесь в суде давали присягу и пользуемся, ну и по другим. У нас изначально не было установки от владыки, и все. Мы действуем автономно, владыка только утверждает. И не было случая, что владыка не утверждил то, что мы решили на суде. Но мы твердо знаем, что у многих епархиях, где был лицеприят, ну не секрет, это в журнале московской патриархии есть, где был суд нелицеприятный, неправильный. Когда владыка давил, и когда принимались ложные решения, то верховный суд в Москве он не удовлетворял. И даже эти судьи получали церковные изыскания за то, что они неправильно судили нечестно. Поэтому видите, сейчас изменилось, да, потому что сейчас видите, изменилось и в церкви отношение, что действует суд, действуют тоже взаимоотношения. То есть сейчас меняются отношения. Медленно, но тем не менее меняются, и тем более. Одно из требований суда, сейчас принято положение, утвержденное синодом, в том числе о запрещении, почислении за штат и о рассмотрении. Вопрос запрещения священнослужителя служения может быть произведен только на основании решения суда. К суду предъявлены требования, что в каждом конкретном случае, когда рассматривается вопрос о запрещении, должны быть приведены четкие канонические основания такого запрещения. Конечно, суд, еще в том числе и в Русской Православной Церкви, он в таком состоянии сейчас становления. Но имея вот эту практику, я вам совершенно точно скажу, даже по нашей епархии за последние два года, да вот просто за последние два года, а в общем-то практически у нас не было случая запрещения священнослужителя, основанное на том, что он как-то не понравился или что-то не так, как сказал в Русской Православной Церкви. По 55-му правилу, как вы говорите, у нас не было никаких. Ни одного. Даже у нас, вот вопрос был с Юрием Федоровичем, рассматривался, который вам известен. Понятное дело, что здесь, это не 55-е правило, а Титова, да. С ним понятно, что совершенно иное. Рассматривался вопрос тоже судом и сейчас о запрещении служения и извержения Исана романаха Войченко, но на основании его же прошения. Это Серафима? Нет, Алексея Войченко. И более того, судом были приложены максимально, ему давали и один раз срок давали полгода для возможности, и второй раз давали срок полгода о возможности, чтобы до направления этого решения на утверждение Акферея. Он сам просит, мы препятствовали этому. И вот было еще одно решение принято, ну что ж уж как, насильно мил не будешь, если человек, и относительно запрещений других священнослужителей, их просто не было. Вот это на примере, как бы, чтобы далеко не ходить, не говорить голословно. Если правильно с этим с Алексеем, то надо было и запретить того, кто его рукополагал в 17 лет, иеромонахи. Он уже почивший. Да. 12 иеромонахам, зачем, куда, в 17 лет ему не было. И поэтому, именно поэтому, так уж, если в том числе... Мы и скорбим вместе с ним, и потому что человек достойный, и мы все-таки надеемся, что он и к служению, возможно, бы вернулся. И поэтому, конечно же, мы не торопились. А он уже на нас смотрелся, и мой уже это... Это Саша, помнишь, ящики разбирал у нас, который потеряется. Хотя, да, хотя мы, наоборот, вот как церковный суд, мы максимально старались приложить усилия, чтобы сохранить его. Но, тем не менее, и это происходит. И вот правильно очень отметил отец Сергий, если бы сейчас стали публиковаться решения и суда церковного, потому что вопрос о лишении сана или каких-то причинениях может быть утвержден только по решению высшего церковного, по утверждению патриарха, по решению общецерковного суда. Имеется практика, что общецерковный суд не утверждал принятые, даже утвержденные архиереем, решения о прещениях священнослужителей, считая, что наложенное прещение не соответствует каноническому нарушению и изменяли на другую меру. Конечно, все в стадии становления. Конечно, это все в стадии обсуждений. И, наверное, будут ошибки. Наверное, будут. Но мы же все же с вами забываем. Не то, что мы же люди верующие. И мы верим в то, что промысел Божий в мире все же исполняется. И даже силен Господь и человеческие ошибки исправить. На что надеемся и... У нас вот есть проект, то, что создание рабочей группы. Если не будет, я зачитаю. Конечно. Создание рабочей группы или комиссии. Чья это задумка и идея? Вопрос. О чем она и с какой целью и кому это нужно? Конечный результат работы этой рабочей группы. Хотя бы общий план предложения состава комиссии. Сроки и полномочий, количество членов. Условия работы, место встреч. Частота встреч и вопросы, на которые должны быть получены неопроводжимые ответы. Ответственность за принятые речения и гарантии того, независимо, кто будет завтра патриархом, епископом или священником. Больше всего в этом, посидимся. Какая гарантия, что... Мы с вами хорошо побеседовали, знаю. С вами хорошо. А какая это, что завтра этого не будет. Взаимная претензия, чего и кто должен отказаться и неукоснительно выполнять обещанное. Наши претензии, обвинения в московской патриархии. Здесь мы высказываем, чтобы... Как вы просили, чтобы написать. Препятствия повсеместного благовестия через средства массовой информации, милицию, клеветы, уничтожение наших книг, Евангелие. По местам было там, где развивали Евангелие, даже священник заставлял собрать и сжечь эти Евангелие. Натравлены людей, объявления, обвинения в секте, ереси и прочих грехах. Приезжает, хотя тот же батюшка знает, что православный. Ну, сказал бы, да, это православно, но не вообще, это сектант, это еретики и прочее. А где мы занимались какие-то? Облетные училища, университеты, школы, заводы, воинские части, лагерь, стант, тюрьма, лагеря для заключенных и прочие места. Нападки при выходе из храма. Зверское отношение. Чем мы им мешаем? Конкретно можем назвать даты и места, где это было. Если в случае разговора сказать, это не в основном. Чем же нас зовут объединять? И в чем? Объединяться нужно со Христом и быть Вадимом Духом Святым согласно Святой Библии. И вот у нас, я скажу, что на пастырском совещании и на соборе, именно об этом большинство делегатов и выступало, что объединение должно быть во Христе, во истине. А они на это не пошли, а быстрее-быстрее свернули. Все. Противодействие благовестию повсеместное. Это есть вести из Казахстана, из Киргизии, из Украины, из Германии, из других стран, где наши там знакомые, что уехали. За внешний вид, форму одежды изгоняют из храма лютует священники непрерывной клевета. Акт о каноническом общении вовсе даже не предусматривал создание павца и всех под один куколь. Поспешное решение мирских правителей и патриарха с митрополитом привело к возникновению тринадцати непримиримых юрисдикций в православном русском народе. Вот что это было. Была одна. Кому это выгодно и нужно? Добавь вам. Подробности об этом можно здесь узнать и в сайт говорим. Создание рабочей группы по объединению предложена идея епископа Максимом Дмитрием и одобрена епископом Эфтихим Курочкиным в Барнаульской и Пархе на нашей встрече 26.11.2011. Со своей стороны мы предлагаем предварительный план на рассмотрение у себя в общине, а у нас не принимается ни одно решение без общего обсуждения и с голосованием всегда. Эти семь пунктов были приняты единогласно 27.11.2011. Когда мы поговорили на следующий день после этого мы сразу о рабочей группе. Все начинать и оканчивать общую молитву своими словами. И приводится послание апостола Павла в филиппица не заботясь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Второе. С каждой стороны может быть по 10 человек могут даже присутствовать и сверх этого числа проверены не чужие по договоренности но без права голоса как у нас сегодня нас мы пригласили, но это слушать или нет, слушать встречи проходят по улице Ползинова 6, в нашей трапезной возможность, иного места нами не предусматривается, но возможно свободное видео и фотосъемки, без всяких ограничений любому, даже и тену общему и безусловно сие всегда и везде любому допущенному на эти встречи пятое, время не реже одного-двух раз в неделю без пропуска в течение не менее одного года, дни и часы не изменять, без согласия другой стороны у всех приходящих кто не знаком, кого не знаем переписываем паспорта без паспорта, вход запрещен у нас так это принято в уставе люди посторонние приезжают у нас книга регистрации есть в этом нет ничего такого, мы в любой гостинице приходим по этому, другие говорят как? да это ты меня, да вы верующие мы должны доверять друг другу а при чем здесь? в случае нарушения этих пунктов встречи могут быть прекращены и даются контакт на телефоне ну и здесь выписано место священного писания на разные как раз по этим пунктам где по благовестию, где по отношению к этому второе коренчевное послание паспорта Господь есть дух а где дух Господень, там свобода Иоанна Евангелитана 3,7 не удивляйся тому, что я сказал тебе нужно вам родиться свыше я как-то слышал об этом патриарх в одной из своих бесед говорил об этом что итак, вера от слышания слышание Слова Божия об этом тоже святейший начал часто говорить ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов я родил вас во Христе Иисусе благовествованием в одной из бесед святейший сказал священник, говорит, не должен ограничиваться стенами храма пора, говорит, выходить на перекрестки дорог с благовестием не машина свящать с гарантией на перекрестке, а с благовестием деяния апостола Павла деяния апостолов 23 из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою к филиппийцам послание только живите достойно благорестования Христова чтобы мне приду, ли я увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь индушно за веру евангельскую рог малахи если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит господь Саваоф то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце послание к галатам апостол Павлову но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу так и ныне первое послание Петра и не господствую над наследием Божиим но подавая пример стаду первое царство и грех этих маловелых людей был весьма велик пред Господом ибо они отвращали от жертв предпринимающих Господу апостола Павла Коринфянам первое ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться потому что это необходима обязанность моя и горе мне если не благовествую апостол где они апостол между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово филипийца послание ибо у вас должны быть те же чувствования какие и во Христе Иисусе Сирахова кто прикасается к смоле то так чернится а кто входит в общение с гордым сделается подобным ему еще Сирахова птица слетается к подобным себе и истинно обращается к тем которые упражняются в ней и еще боящийся Господа направляет дружбу свою так что каков он сам таким делается и друг и он это сюда мы сейчас копируем там себе ну мы взять да 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 это вам отец Сиракимов братья и сестры вот то что вы сейчас зачитали обращение там есть претензии к московской патриархии и все эти претензии по крайней мере большая часть то что касается препятствия вам благовестии здесь на территории епархии это все в общем-то решаемо и решаемо тем путем который я с Сергеем уже озвучил то есть вы получаете благословение архиереи вот здесь вот нам дали копию благословения митрополита Виталия ныне покойного это все конечно хорошо но есть одно но неужели вам до сих пор не надоело испытывать гонение неужели вам до сих пор не надоело слышать в свою спину что вот лапкинцы вот чуть не сектантами вас обзывают а все почему а потому что опять же нет благословения правящего архиереи как только вы его получите как только будет все это согласовано с епархиальным руководством вы смело можете приезжать тоже в Крабинниковский монастырь куда угодно и там проповедовать и тот же отец Роман и вы имя он не скажет а кто вы такие иди отсюда и люди уже от вас не будут шарахаться знаете почему потому что сейчас вот Сергий другой уже говорил сегодня большое количество людей которые на улицах проповедуют это и больше чаще всего это представители серв это представители разных движений которые называются православными церквами но на самом деле не таковы это разные осколки зарубежной церкви неканонические это те так называемые катакомники истинно православные христиане и прочее и прочее и они все тоже ходят и привлекают к себе иные встречают на улицах людей дают им различные материалы распечатают в храмы приходят в храмы московского патриархата приходят люди и раздают материалы которые ничего общего не имеют с православием с истинным и поэтому такое насторожное отношение ко всем остальным соусочетание русская православная церковь за границей оно к сожалению сейчас некоторым воспринимается болезненно особенно вот после истории с бывшим сеченником Георгием Китогом вы же не хотите чтобы вас воспринимали так же как и вы и поэтому здесь вот это вот благословение которое мы уже сегодня те с Сергеем оно нужно кому? оно нужно вам в первую очередь то есть никто не говорит о том что будут тщательно визировать проверять все ваши проповеди что Ивна Тихонович сказал в таком случае что он сказал в таком случае что Тихонович таким хочет сказать послезавтра принести на проверку как это было в советское время ничего подобного то есть речь то не об этом если вы находитесь на канонической территории Барнаульской епархии вы согласуете с правящим архиереем и в этом нет ничего обидного для вас или для нас тоже согласуете с правящим архиереем свою деятельность мы пойдем будем проповедовать отлично проповедуйте но если вы получаете благословение и это будет официально уже утверждено то никто на приходах как вы жалуете что священники вам отказывают православные наши не посмеет сказать а вот приехали лапкинцы это не наши что значит не наши мы все вместе и получается такая ситуация вы получаете благословение пожалуйста есть и проповедуйте и уже люди видя вас на улице люди православные в том числе они будут шарахаться ведь кто это такие листовки раздают у нас к сожалению так сложилось начиная с 90-х годов что человек который подходит на улице предлагает листовку поговорить о боге предлагает человек который приходит к вам в квартиру с библией он чаще воспринимается как кто как назойливый сектант который пытается навязать свое лжеучение прикрываясь священным писанием ну вы же не таковы вы приходите проповедуя православие а к вам относятся точно так же вам это нужно нет то есть в какая ситуация складывается все вот эти претензии которые вы высказываете в документе то что касается в первую очередь благовесть то что касается то что священники негативно относятся к вам то что не допускают до причастия мужчин и женщин одетых в традициях общины крестовозвиженской святоанфимовской это все по крайней мере на территории нашей епархии это решаемо давайте сергий подтвердит у нас это все решаемо но решаемо вот в том случае если ваша деятельность и то что тексты которые связаны которые будут раздаваться в селах например то что высказывания которые будут произнесены кем-то будут визироваться а именно ваша деятельность миссионерская проповедническая она будет согласована со священным началием и какие-то я думаю нет ничего оскорбительного для вас в том что какие-то труды которые будут предполагать к распространению они могут быть представлены нам и для ознакомления епархия скажет что действительно ничего оскорбительного здесь нет ничего противоречивого православному вероучению здесь нет то есть и уже будет другое отношение литература которая распространяется у нас в церковных лавках она вся 2010 года по благословению патриарха должна иметь надпись соответствующий гриф утверждено издательским советом московского патриархата русской православной церкви и никто этим не оскорбляется наоборот все стараются получить этот гриф православное издательство чтобы эта литература могла спокойно распространяться в церковных лавках то есть если мы берем книгу а там этого грифа нет это уже она выпущена после 2010 года нас это заставляет задуматься а почему у них нет этого грифа а дальше начинаем листать оказывается что книга-то это она по сути своей расходничья то есть пишут о том что православие мы должны сохранять пишут о том что мы должны быть со Христом а дальше оказывается что надо в лес бежать что надо паспорта не брать а ты наверное вскрываться что власть вокруг антихристова то есть вот в чем причина и если например книги которые вы распространяете будут иметь такое же благословение такой же гриф тоже никто не будет от них отказываться никто не будет говорить что надо их в печке сжигать почему потому что есть благословение если вся эта литература она не противоречит священного писания думаю не противоречит ему если литература написана в духе истинного православия то неужели для вас будет обидно если вы эта литература будет просмотрена и получите соответствующий гриф я же не думаю что вы на это обидитесь если в литературе нет ничего что могло быть расцелено как неправославное оскорбительное может быть даже для кого-то в чем здесь обижаться вот такая ситуация поэтому многие проблемы и взаимная напряженность и то что на приходах происходит это все решаемо я не могу говорить за всю церковь но за нашу епархию у нас на территории епархии это вполне решаемо то есть если будет благословение правящего архиерея соответственно вас будут как дорогие гостей везде принимать и батюшка уже не скажет вот кто-то там приехал кто-кто лапкинцы нет вам же думаю давным-давно надоело слышать такие слова какие лапкинцы наши православные братья и сестры то есть мы с вами находимся в каноническом общении мы находимся в ефористическом по крайней мере общении мы имеем возможность исповедоваться вместе причащаться из одной чаши в одном храме молиться даже достижения в течение многих десятилетий и с той и с другой стороны были взаимные обвинения и приходилось еще до объединения до подписания точнее акта вот этого канонического омолитного общения приходилось общаться с представителями и крестовозвиженской общины и всегда очень добрые отношения отличные у меня были где бы я ни служил всегда приходили эти люди в храм и мы постоянно общались я всегда спрашиваю как Тец Иаким себя чувствует как Игнатий Тихонович то есть не было каких-то оскорблений они говорили вот мы можем ходить в храм но Тец Иаким сказал что он причастен но тут не можем нет пока общения евхаристического это было тогда и вот сейчас мы дожили до чего до того что имеем теперь возможность пребывать в молитвном общении и поэтому те моменты многие из которых может быть кажутся вам очень важными препятствующими каким-то денежно-шагам движению они на самом деле несущественны тем более того они решаются как раз при условии нашего единства а иначе ничего не получится половина из того что написано вот в этих вот в переданном вами документе на самом деле уже даже сегодня была озвучена какая цель какой результат план да план один надо прийти к единству чья задумка это понятно вы сами отвечаете на этот вопрос на следующем на прошлой встрече был принято чья задумка в чем идея она тоже сна идея в единстве поэтому не то что половина тут только вот один вопрос ответственность за принятые решения гарантия того независимо кто завтра будет патриархом епископом священником но этот вопрос мы забываем то вот еще о чем не в церкви всегда существовало и существует мы говорим о соборном разуме не может всегда суждение одного проверялось соборностью всех и это не нами придумано это апостольские это апостольские правила существования церкви и поэтому как и помнишь как и все великие вселенские соборы с чего начинали свою работу с того что они брали решение предыдущего собора кратко его пересматривали и утверждали вновь признаем те решения и начинали вновь работу здесь у нас ну просто как бы неактуально не думаю что у нас вряд ли вы можете обвинить русскую православную церковь в том числе и здесь что с приходом каждого нового патриарха менялись каноны церкви конечно что-то привносится что-то но никак не основы церковной жизни деятельности никак не они не меняются конечно что-то по-человечески что-то как и все будучи человеками что-то меняет но точно так же мы можем сказать об условиях существования вашей общины завтра что-то изменится какой-то примите иная ваша община примет иное решение и возможно придет другой духовник со временем все мы не вечны на этой земле и что-то наверное тоже будет другое ну а на сегодняшний день как ни гора гарантии видите как конечно господь один знает но в моем мировосприятии что вы как я думаю и знаю позицию владыки отца Сергия что даже в управлении этими общинами отца и Акима никому даже в голову не придет сменить и заменить кем-то другим потому что другой никто не справится Игнатий Тихонович отец и Аким потому что нужно человек с особыми пастырскими устремлениями кристально чистый ну вот в священническом служении вот в этом то опасность отец Александр отец Сергей в этом то опасность что разрушить наши общины можно в один день но в том деревне деревня которая ищет потому что нет в церкви не будет батюшки деревня она отца этим трудом на это никто не возьмется и цели поверьте себе никто не ставит на сегодняшний день конечно я понимаю вам нужно подумать свыкнуться с этой мыслью и так далее вот мы все священники и как у нас у каждого кто-то настоятель кто-то я православный приходской священник и у каждого у нас какая-то микропаста какие люди тянутся к одному одни другие третий и так далее что на ваше место видите как ну я думаю вряд ли кто-то будет претендовать священников и конечно же это ваша будет часть я думаю обязанность я думаю пастырская растить человека и помогать вам будет и на смену третий и мне кажется что от владыки в этом плане будет только помощь если он пожелает обучаться в семинаре или еще что-то как-то то от владыки будет полная и помощь и благословение потому что на сегодняшний день видите и у святейшего патриарха и так далее нет цели войти и разрушить ну какая цель в этом мы действительно вы посмотрите если мы сейчас говорим в своем кругу вы увидите какая сейчас проблема идет в нападке на церковь Игнать Тихович вы видите да и да и с политических сторон и так далее какая апостасия отступления от церкви что по НТВ передачи еще страшнее чем были даже приближневые таких передач не было с нападками на церковь откровенная ложь вот эти вот и девицы которые пляшут и сейчас идет массированная кампания именно только против православной церкви против патриарства и конечно же у нас сейчас вы поверьте мы понимаем что у нас нет такого ресурса чтобы сейчас кого-то закрывать устраивать новый скандал и ради чего ради того что действительно мы знаем что костяк вашей общины это серьезные верующие церковленные люди которые знают священное писание поэтому ну вот ваши общины если вы думаете что кого-то пришлют и так далее то их никто не сможет взять понимаете и ваша задача что мешает вы сами говорите растить человека кто их сможет принять из своей среды и этому никто не будет препятствовать а что мешает сегодня допустим владыке максиму дать это благословение благовестие знали что мы это я одно только говорю что с этим торопиться так-то распешно не надо потому что я хочу сохранить всех членов общины чтобы отцу Георгию не дать а все чтобы сохранить у меня была общинка 12 человек в Рубцовске ну часть там то умерли я на протяжении 20 лет я ездил их исповедовал присещал они бывшие из ипыховцев аспортов не имели но я так подвел что они сегодня все я их оставил все в церкви они все ходят исповедуются и присещаются то есть я их не разваленных где-то не на свалке бросил и ушел поэтому я здесь так же мне осталось уже немного мне уже седьмой десяток доходит поэтому я после себя хочу оставить не развалины а общины чтобы они были поэтому с этим торопиться что до июля месяца или до этого я еще раз прошу не надо не надо давайте не будем торопиться мы вот сейчас первый раз собрались с вами поговорили вот я вам всем придаю приглашение отцы я Владимир Владимир отец Владимир у нас значит 13 мая день деревни мы отмечаем у нас основание деревни тоже необычное я так вкратце вам скажу что первую я палатку поставил раньше была наша деревня но ее разрушили вот на Алтае более 300 деревень таким образом было разрушено и начинал я с палатки собрали у нас то что жители мы собрались это все такое общее я не знаю чтобы на голом месте где-то какой-то батюшка поставил палатку и вокруг себя собрал чтобы была община православная я пока тоже не знаю если бы я узнал я бы сегодня поехал бы туда и посмотреть как он это сделал мы не знали как это дело делали так как получилось вот 13 мая у нас будет я вас приглашаю отцы приезжайте только прежде чем ехать там телефон вы созвонитесь мы тогда как лучше доехать будет в это вместе помолимся попросим Господа нас умудрить и выразумить может быть это и будет а я заодно отвечу пока на ваш вопрос что мешает владыке дать благословение как раз отсутствие канонической подчиненности ибо как он может дать благословение тем кто не находится в его каноническом подчинении мы православные вы же не воспримите мы не отвергаем мы его благословение принимаем отцу Александру вы же знаете что существуют каноны церкви о территориальном распространении в общем-то и канонических территорий хотя они там спорные или еще что но тем не менее епископ умский вряд ли если он мне скажет благословит езжай туда-то я скажу владыка благословите как епископ благословите меня но простите вопрос моего служения относится к компетенции моего правящего архиерея вот отсюда и ответ на ваш вопрос что мешает владыке это сделать вы сами говорите и вы пишете прошение вот я понял я прочитал вот вы пишете сами только что вот то письмо которое нас направили владыке илариону вы пишете мир вам сердечно приветствуем ну и где-то тут усеки что мы находимся под вашим цветительским омофором каково будет владыке илариону узнать что лепископ максим дал нам благословляет кто тех кто находится я с владыкой иларионом в однокеле вместе живем это все правильно покажу только у меня такая есть но воспримется ли в семье если очень воспримется хорошо если жена начнет если ваша жена начнет брать благословение у соседа воспримется ли это вами при всем при всем добрых при всех добрых соседских отношениях здесь я а я так думаю отец Сергий что при этом ничего нет никаких препятствий это бы наоборот нас еще больше сблизило и быстрее закончился у нас это к чему мы стремимся вы видели белая машина стоит это мы собрали сейчас и купили это машина для благовестия выезжать летом чтобы выезжать дальше вот охватив только время нам Господь отпустил очень и очень мало уже это здесь в деятельстве что мало времени осталось нам а то время которое Господь дал нам это я думаю что не кривя душой высад что мы православные употребили все таки не так как должны были упустили упустили кинули строить соборы храмы скорее строить а души когда батюшке забой где денег найти где достать со строителем где нанять ему некогда благовестовать или что-то заботиться быстрее что-то сделать так а время ушло а в это время сектанты шли по домам и они нас опередили поэтому мы оказались в каком вы говорите что приходим мы сегодня из Библии а нас это вы сектанты да не то теперь мы даем бесплатно а что это вы бесплатно да бесплатно так вы говорите вы православные не обманывайте православные бесплатно ничего не дают это приходится очень много раз слышать это только сектанты бесплатно дают ну чтобы здесь это конечно вопрос не имеет отношения к нашей непосредственно к вопросу но вопрос проповеди сектантов у нас я думаю вам не безызвестно что проповедуя у нас вот таким безвозмездно они имеют хорошее материальное экономическое обеспечение за пределами конечно поэтому вопрос действительно это у них на приход пастора направят то его не просят так как у нас я еду в поезде едет батюшка не знаю что прихожан никого нет здесь в нашей епархии это года два было у меня семья двое ребятишек я не знаю как жить я его посоветовал батюшка заводи баранов там что нибудь хозяйством занимайся ну как то надо что выживать отправили на приход и ехай батюшка а что там ничего как-нибудь а там они там у них так не делаются я бы так вот не сказал тем более в течении там двух лет уж поскольку я имею очень часто отношение к подобным назначениям но даже если сейчас принять это без опровержения хотя это не так то даже чтобы и эту ситуацию исправить у нас и в церкви и на сего это один из важных моментов который был поднят в том числе и на архиерейском соборе и было принято по этому решение и даже у нас в епархии сейчас создана такая попечительская комиссия которая рассматривает вопросы именно вот положение батюшек на труд и даже совсем недавно было принято решение одному священнику была выделена сумма на строительство церковного дома потому что приход не в состоянии заниматься этим вопросом невозможно это было выделено из общецерковных из пожертвований других приходов поэтому и этот вопрос в том числе и этот вопрос сейчас как бы предпринимаются по нему шаги нет пределов совершенствования человека я-то сказал не к тому чтобы это просто что вы говорите как пример у них да у них вот католика направляет его снабжает хорошо вот поэтому удобство я-то знаю по тем временам меня направляют на такие приходы было такое дом разваленный ничего нет ладно что у нас православная верующая смотрит что банку огурцов банку помидоров принесут капусты ну я ли вам буду привозить слова апостола пророка апостола Давида от века не видел я праведника просящего хлеба так что этот вопрос безусловно так и вряд ли у нас существуют батюшки которые исполняя ревностно служение кого оставили прихожане давайте наверное подведем подведем некий результат под нашу встречу все таки на чем мы основываемся если говорить о первой встрече посчитать это в интернете патриарх получил чтобы ознакомиться это вся программа мы честно мы читали но тем не менее можно это и я читал тоже и можно это оставить мы еще раз это приложим да если вы приложите совсем не откажется но там же на сайт есть ссылка на сайте есть нет не на сайте а на форуме ну мы и сейчас зачитаем давайте мы сейчас я вот закончу если можно кто-то вычет так вот что подведя итог и на той встрече мы когда проходило это обсуждение о целях и создания этой группы действительно и вами этот вопрос обдумывался и высказывался были и разные причины то там дороги то нет по которым мы не могли встретиться начало ли поста еще ли что-то но вот слава богу все-таки эта встреча произошла уже в который раз мы с вами предварительно еще раз встречались обсуждали эти вопросы организационные затягивать или обсуждать можно конечно очень долго вопросы некоторые тяжелые вопросы некоторые может быть спорные здесь необходимо принимать решение и идти к его исполнению мы всячески я думаю готовы будем ответить и на ваши следующие там или ответить на те вопросы которые вы прислали для этого я предлагаю определиться со временем следующие встречи состав с нашей стороны он практически определен это будет основной состав вот мы сейчас присутствуем этим составом поэтому как ну ваши условия не позволяют дополнительно кого-то включать мы никак не возражаем местом проведения я считаю что здесь должно быть как у вас написано возможно и другие места я считаю что это должно быть как само собой разумеющиеся мы не против посещать вас мы хотим и вас видеть в том числе и у нас поэтому не думаю что это поэтому большинство вопросов которые перечислены они относятся уже я бы даже сказал к разрешенным вопросам я предлагаю сейчас определить время следующей встречи и к этой встрече вот вы прослушаете наверное вновь просмотрите протокол просмотрите мне все же видеться необходимо чтобы и с вашей стороны уже прозвучало прозвучали более конкретные может быть ответы сроки суждения общие наши или по крайней мере вот те ответы на те вопросы которые тоже нами были заданы так ли невозможно наше единение что вы считаете опять же о канонике о вопросе канонической подчиненности который прозвучал факт благословения ваше отношение к рассмотрению вот трудов благови вот ваш написанными вами книгами на получение грифа издательского совета русской православной церкви одобрение этого издания тоже бы хотелось нам услышать уже на этой на следующей встрече относительно проповеди ну уже тут как бы вопрос озвучен ну и на все те вопросы которые сейчас прозвучали уже не теоретические рассуждения не то что нам нужно узнавать мы действительно можем общаться это всегда и должны общаться это всегда будет нечто новое открывать но есть принципиальные вопросы которые необходимо определить и продолжать наше движение нам как отцы считаете более менее определить временно когда еще раз прочитав я думаю как бы более внимательно прочитав эти вопросы изложенные я думаю что также в письменном виде я передам либо вам либо кому-то из вашей общины что мы считаем необходимым уже на следующей встрече получить ответы на какие вопросы которые на наш взгляд не являются пролонгированными но продленными во времени они не требуют какого-то осмысления и тогда уже к этому вернуться давайте о сроках время какое сейчас время сейчас это неделя неделя вся там что благовещение эти недели ближайшие страстная страстная неделя там пасха пасхальная в ближайшие три недели я думаю что ничего не получится никак какое здесь все все заняты но светлая седмица чем нам не время для встречи чем не повод я думаю что тянуть не нужно после радоницы я думаю почему не а что чем нам светлая седмица у нас кстати светлая седмица она более так еще легче традиционно у нас кстати проходят миссионерские поездки по епархии у нас студенты едут с преподавателями я думаю что и на светлой седмице мы можем встретиться как вы не будем сейчас уже конец поста действительно тут службы службы как это у вас опять же суббота ну нет там может быть уже дорога будет мне там легче давайте давайте определим время светлой седмицы как неделю и как как возможные дни какие есть предложения среда четверг потому что там опять конец светлой седмицы да там блин но ближе к времени тогда безусловно но сейчас мы тоже так сказать в наш малый протокол внесем намерение наше встретиться на среда четверг светлой седмицы чем не повод о месте встречи давайте определимся давайте определимся место встречи где это произойдет будем ли чередовать и вот сейчас это прошло как вы на вашем мы сделали предложение а вы уже я могу предложить почередовать следующую встречу проведем у нас состав пожалуйста мы готовы к расширенному из тех кто даже не будем сейчас ограничивать вас в количественном присутствии единственное что просто сообщите тогда мы в зависимости от этого подберем место где-то то ли мы встретимся в том малом зале то ли возьмем побольше какой-то зал епархиальных советов то ли в тронном зале то ли может быть где-то в зале в одном следующая следующая встреча можно будет 13 мая 13 мая если бог благословит и живо здраво будем я думаю что мы обязательно примем участие не откажемся от вашего приглашения здесь только смотрите я время богослужения потому что это я больше день деревни я больше для гражданина на престоле да это там позвонить и это согласится телефоны есть как проехать там все это мы тогда уже все отговорим кто там может с вечера приехать кто утром и теперь вот как вы хотели я думаю что необходимо записать вот это обращение это было обращение адресованное патриарху московскому и всей Руси к Лилу просто не помню а ноябрь 2010 года было к всему отправлено патриарху московскому и всей Руси Кириллу если верить напечатанному в нашей краевой газете Алтайская правда за 19 ноября 2010 года страница 2 то в статье церкви требуются подвижники говорится что патриарх назвал современное состояние церкви в стране духовными развалинами сообщает КМРУ по словам патриарха нужны особые миссионерские усилия цель церкви оказать посильное влияние на сознание людей и переформатировать православные традиции основываясь на этих данных и принимая их за истинные ибо не имея под рукой других источников чтобы проверить напечатанные в газете хотим поделиться нашими размышлениями я Лапкин Игнатий Тихонович 39 года рождения имея веру в Бога и в суд Божий кажется от утрубы матери но сознательно принял Христа как моего спасителя умершего за мои грехи 27 сентября 62 года в 17.00 в возрасте 23 лет Через меня православного христианина в самом глубоком смысле этого слова обратился к Богу мой родной брат ныне протеерей с 32-летним стажем священства Иоаким Лапкин наш правящий архиерей епископ Евтихий Курочкин ныне епископ домодедовский векарный патриарха Кирилла он является настоятелем двух общин в городе Барнауле Крестовоздвиженское поселке Потеряевка Мамотовского района Алтайского края Свято-Анфиновская Мы занимаемся миссионерской работой среди окружающих нас людей Поселки Потеряевка сугубо православным строящимся с нуля вот уже 19 лет где всего лишь 10 дворов но уже есть школа восьмилетка компьютерный интернет нами построены храм место для моления и школа государство не вложило на восстановление поселка за эти годы ни рубля у нас поселиться может только тот кто докажет что он не лжет не пьет не курит не скверно словит и не ворует все строится на христианских благочестивых старинных русских обычаях чтобы узнать подробнее можно войти на сайт и адрес указан кристине1народ.ру и с него на наш форум все вышесказанное подводим к главному разговору к миссионерской работе каждое воскресенье летом с 15 июня когда я приезжаю туда с детским православным лагерем которого являюсь основателем и начальником вот уже 38 лет мы выезжаем в соседние села заранее договорившись с администрацией какого-либо села и с директором клуба или дома культуры мы вешаем там объявления о предстоящей встрече с населением затем приезжаем туда на нескольких машинах это все исходит всего лишь от 10 даров от того что есть наличие потеряевки и обходим все село заходя в каждый дом оставляем там евангелие от Анны а пришедшим навстречу дарим новые заветы за два года только в летний период мы охватили евангельской вестью 38 сел сел а не домов только в прошлом году мы бесплатно раздали 30 тысяч евангелий и в каждом селе в библиотеку дарим наши 38 книг на сумму 10 760 рублей среди собравшихся есть люди которые уже ходили в церковь на них мы опираемся в самом начале даем им программу как изучать евангелие поехать в ближайший православный патриарший храм а потом просить епископа Барнаульского и Алтайского Максима Дмитриева помочь построить храм советом и благословением и дать священника который